На месте Кремля я бы поймал Такера Карлсона сразу после интервью, а запись жжёг, рассказав всему миру, что Такер Карлсон на интервью не пришёл и вообще пропал где-то на просторах России, что не мудрено, потому что многие люди там пропадают. Серьёзно, я, конечно, ожидал чего-то похожего, но это превзошло все мои ожидания. Я вообще хочу поклониться в ноги Такеру Карлсона за произошедшее. Не то, чтобы американский журналист действительно качественно проделал свою работу. Нет, мы не услышали вопросов ни про Бучу, ни про разбомбленные города, ни про уничтожение людей в Ирпене, в Херсоне, ни про пыточные подвалы. Много чего не услышали, но оно и не страшно. Проблема, как я и говорил вчера диктатора, заключается в том, что даже если к нему поставить максимально человека, которому он нравится, даже там, не знаю, от которого он зависит или что-нибудь такое, это не поможет, потому что сам диктатор не поменялся. Диктатор не осознаёт, какие его слова выглядят уместно, а какие нет, что нужно говорить, что не нужно говорить и как привлечь на свою сторону ту или иную аудиторию. Потому что у диктатора сюрприз, нет обратной связи. Диктатору никто не говорит после очередной какой-нибудь, не знаю, странной идеи или странного рассказа, что слушайте, Владимир Владимирович, честно говоря, вот тут было как бы перебор. Вот здесь, может быть, вы с нами потренируетесь немножечко, может быть, мы вам тезисы какие-то напишем. Нет, такого не происходит, потому что в диктатуре человек, который находится там у руля, становится вот таким вот личинкой в абсолютном кухне, потому что весь негатив, который могли бы ему сказать, всю ту обратную связь, которую могли бы ему дать, он отсекается на уровне, ну, признаётся нелояльностью. Из-за этого у Путина просто нет обратной связи, поэтому он уже много-много лет абсолютно уверен, что он невероятный оратор, что он, значит, в любом споре, в любой дискуссии, в любом публичном выступлении неотразим, потому что, во-первых, у него нет возможности убедиться в обратном, так как он не участвует в дебатах, к нему не подпускают независимых журналистов и так далее. Стоит его огорошить каким-нибудь вопросом, как он сразу начинает немножко плодитеряться, ну, как это было с Фаридориустамовым вопросом про его дочерей. Но проблема Путина ещё и в том, что он теряется и на все остальные вопросы, просто он не в курсе, ему никто об этом не рассказывает. Поэтому сегодня мы с вами поговорим об интервью Владимира Путина Тайкеру Карлсону. Я буду стараться быть объективным. Понятно, что я ненавижу Путина, он военный преступник, человек, развязавший войну, я желаю ему всего плохого, поэтому, возможно, какие-то вещи для меня выглядят несколько иначе, чем у людей, которые нейтрально относятся к Владимиру Путину, или которые, наоборот, любят Владимира Путина. Именно поэтому я попробовал максимально беспристрастно нарисовать ту аудиторию, на которую вообще Владимир Путин может повлиять, и попробовать представить, удалось ему это или нет. И я даже в этом интервью, абсолютно безумном, выделил несколько моментов, которые, как мне кажется, для Кремля довольно удачными получились. Таких моментов немного, на один из них Путин никак не влияет, но, тем не менее, они существуют, и они действительно могут сыграть свою роль. Но, по большей части, мне кажется, это уже общепризнанное место. Даже Z-каналы скромно говорят, что, ой, вы знаете, наш президент слишком сложно говорил, американцы такого не поймут. Я думаю, что все были немножко в шоке от того, что произошло. Ну, давайте по порядку. Вообще, начнем с того, на кого Владимир Путин хочет повлиять. Вообще, вот любое интервью, любое публичное выступление – это инструмент влияния. И вот исторический шанс. Кстати, сбегая вперед, многие думали, что интервью будет историческим, а оно получилось историческим. Но есть нюанс, как говорится. Извините. Много сегодня, наверное, будет шуток каких-то бебов, потому что спокойно об этом говорить. Решить-то нюанс. Вот, это же просто капец какой-то. Ну, ладно. Итак, на кого Владимир Путин хочет повлиять? На кого это интервью может оказать влияние? Учитывая, что любое публичное выступление – это механизм влияния. Исторический шанс. В Москву приезжает Такер Карлсон, один из самых известных людей в Соединенных Штатах. Один из самых известных журналистов Соединенных Штатов, у которого большая площадка. У которого есть Илон Маск, который помогает ему, значит, вирусить его всевозможные видео и прочее. Да, может быть, в Твиттере, конечно, просмотр засчитывается просто скроллингом. И, может быть, там несколько завышенные просмотры. Но, тем не менее, речь идет о десятках миллионов человек, а, может быть, потом пойдет и о сотнях миллионах человек. В общем, это небывалая для Путина площадка влияние на американскую аудиторию. Как будто звучит очень круто. Более того, Такер Карлсон весьма лояльный к Путину журналист. Он неоднократно в своих передачах раньше выражал, что называется, респекты Владимиру Путину. И негативно отзывался о президенте Украины Владимире Зеленским. И негативно, естественно, отзывался о президенте Байдене, который является президентом Соединенных Штатов Америки прямо сейчас. Ну, в общем, давайте, что греха таить. Мы знаем все, что Такер Карлсон трампист. Мы знаем, что у него специфический взгляд на войну в Украину. Это не секрет. То есть, на самом деле, журналист максимально удобный для Владимира Путина. Никаких неудобных вопросов не предвидится. Надо только вот как-то более-менее смочь в логическую цепочку выстроить ответ на один простой вопрос. Почему Россия ведет войну? Почему Россия убивает людей в другом государстве? Ну, то есть, буквально, это единственный большой вопрос для американской аудитории, когда мы говорим о войне. И, собственно, ответ на это Владимиру Путину и надо было дать, с чем он не очень справился. Но это мы с вами забегаем вперед. Теперь детальнее посмотрим на аудиторию вот этого журналиста. Многие начинают анализировать, а что подумают те американцы, другие американцы. На самом деле, речь идет не об узкой, но о не настолько большой прослойке людей. Большая часть людей, зрители Такера Карлсона, свое мнение не изменят. Ну, потому что мы знаем по опросам в Соединенных Штатах, что большинство в Соединенных Штатах поддерживает Украину. Более того, мы знаем, что в Соединенных Штатах большинство негативно относится к Владимиру Путину. Если это большинство, то это значит, что и среди трампистов, и среди аудитории Такера Карлсона такие есть. То есть люди, которые сформировали свое представление о том, что происходит в Украине. И вот как раз эти люди и входят в ту общность, на которую Путин может повлиять. Потому что людей, которые негативно относятся к Трампу, к Такеру Карлсону и к Владимиру Путину, ну, даже если бы Владимир Путин дал невозможно прекрасное интервью, это бы их не переубедило. У них уже есть сформированная система взглядов и ценностей. Тех людей, которые поддерживают Владимира Путина, которые, ну, не поддерживают, а не считают врагом, скажем так, и которые поддерживают Трампа, поддерживают Такера Карлсона и против того, чтобы помогать Украине, это интервью на них тоже, ну, не произведет впечатление. Точнее, впечатление-то, может, и произведет, но никаким образом ни на что не повлияет, ни на какой выхлоп. То есть история про не самую большую, но, тем не менее, существующую и, на самом деле, самую влиятельную прослойку людей, которые, с одной стороны, могут поддерживать Трампа и Такера Карлсона, с другой стороны, выступают против Владимира Путина, против российской агрессии и за Украину. И вот на этих людей Путин и должен был ставить свои задачи произвести какое-либо впечатление, желательно положительное. И сейчас мы как раз попробуем с вами понять, насколько это ему удалось или не удалось. Не пытаясь понять в целом, как на весь мир повлияет его интервью. Глобалин вообще никак. Ну, то есть, типа, последние несколько десятков лет не существует публичных выступлений, которые бы радикально меняли вообще, что называется, положение вещей. Ну, просто нет таких. Ну, не бывает таких. Никаких «I have a dream» и все остальное. Мы не видим великих выступлений. Да, мы видим иногда хорошие, иногда серьезные, иногда зажигательные, но такие, чтобы прям меняли историю, как-то с ними туго. Но в любом случае, есть аудитория, на которую Путин мог повлиять. Это лучший шанс был Владимира Путина на эту аудиторию повлиять. И лучший, собственно, журналист для этого к нему приехал. В том смысле, что журналист, который симпатизирует Владимиру Путину, совершенно очевидно, он это не скрывал. В Москве Владимиру Путину, Трампу эти все вещи идут через запятую, ну, которую мы, возможно, просто заплатили, но тут я утверждать не берусь. Что же в итоге получилось? Давайте посмотрим интервью Владимира Путина. Нет, мы не будем реально его смотреть. Но просто проанализируем интервью Владимира Путина глазами вот этого самого человека, который хочет для себя увидеть ответ лишь на один вопрос. Почему Владимир Путин начал войну? Чего начинает Владимир Путин? И вот тут, конечно, безумие. Я сначала, когда увидел, значит, как это называется-то, таймстемпы, таймкоды выступления Владимира Путина, собственно, интервью Владимира Путина, я подумал, что это мем. Ну, что это просто прикол какой-то, что, типа, многие впечатленные вчерашними мемами с Такером Карлсоном, где было написано печенье, да, такой латиницей, просто сделали мем, просто чтобы высмеять любовь Владимира Путина, рассказывать какую-то, значит, псевдоисторическую чушь. Но нет. Владимир Путин действительно в начале интервью говорит, можно я дам небольшую историческую справку? Тогда я позволю себе, ну, просто вот, ну, 30 секунд или одну минуту маленькую историческую справку, да? Вы не против? Пожалуйста. 2000 лет позже. Владимир Путин, 25 минут, 25 минут, почти четверть интервью рассказывает про княгиню Ольгу, про Рюриковичей, про вот это вот все. Такер Карлсон, надо отдать ему должное, независимо от своего плестящего отношения, хорошего отношения к Владимиру Путина, не может или не хочет сдерживать собственные эмоции, и на его лице написано все. Глобально, ну, название этого интервью я бы охарактеризовал как какие-нибудь Рюриковичи. Ну, то есть, надо понимать специфику. Вообще, американцам на историю достаточно, ну, как правило. По крайней мере, на историю отдаленно. Потому что американская нация, как таковая, существует не так давно. Америка одна из самых молодых стран. И одна из самых успешных. Поэтому там специфическое отношение к истории. Нет, конечно, историю Америки они знают. Они, по крайней мере, это преподают в школах. И когда была гражданская война, и когда была война за независимость, и много чего еще. Но что там происходило? На европейском континенте, в 10 веке, в Америке вообще никого не волнует, никого не впечатляет, и мало кто этим вообще увлекается. И не то, чтобы им прям было это интересно. Америка, да не страна, которая живет в прошлом. Вот в чем феномен Трампа, например? В том, что он пытается создать иллюзорное прошлое. Когда он говорит, make America great again, и рисует некоторую картинку, которой, по сути-то, своей и не было. Ну, то есть, некой Великой Америки. Но суть в том, что вот это время Великой Америки, оно было недавно, даже по словам самого Трампа. И заглядывать куда-то туда совсем далеко, ни одному американскому зрителю или слушателю не интересно. Более того, американский зритель или слушатель не до конца понимает, как и любой другой, честно говоря, каким образом события, происходившие, типа, тысячу лет назад, могут быть связаны с тем, что сейчас российское оружие убивает украинцев. Владимиру Путину считает, ну, кажется, это очень важно. Диктаторам, в принципе, вот часть их идентичности, это историческое обоснование. Почему те или иные территории исторически принадлежали им. Мы видим то же самое, Си Цзиньпини, у много кого еще. Но американцы, которые смотрят это интервью, по сути, делятся на две категории. Первое. Которые вообще насрать на историю. Вообще. Они говорят о событиях, которые здесь сейчас. Надо сказать, что из этой категории и Такер Карлсон, который постоянно, на протяжении всех этих 25 минут, пытался вернуть Владимира Путина в настоящее, и сказать, давайте все-таки о ныне. Он постоянно уточнял, о каком годе идет речь. Ну, это настолько невероятно, нелепо, реально. Если бы я такое увидел в каком-нибудь фильме или сериале, ну, в том же фильме, как он назывался, интервью он, по-моему, назывался, где, значит, художественный фильм о том, как типа два американские журналисты приезжают в Северную Корею брать интервью Ким Чененом. Если бы я такое видел в фильме, я бы сказал, ну, интересная сатира, конечно, но перебор. В реальности это выглядит абсолютно безумно. Ну, то есть, Такер Карлсон пытается вернуть его куда-то обратно, но не получается. Это первый тип американцев, на которых Владимир Путин пытается повлиять, чтобы они, естественно, там, не знаю, перестали поддерживать Украину, потребовали бы от своего государства вообще никакой Украине не помогать, и все прочее. И, собственно, есть второй тип американцев, которые истории интересуются, но для них концепция того, что исторически какие-то земли кому-то принадлежали, она, мягко скажем, вялая. Почему? А как Америка появилась? Дело в том, что Америка это государство, которое буквально послало митрополию, которое сказало, что вы наше государство. Ну, там, бустонское чайпитие, война за независимость и все такое. То есть Америка это буквально государство, созданное из отказа в праве собственности, что называется, тому, кто это государство создал. То есть Америка, пославшая Великобританию, в своей идентичности истории постулирует, что неважно, кто кому принадлежал, важно, кто какое решение принял и в какой момент. И борьба за независимость от большого или могущественного, от большой или могучной метрополии, она буквально в ДНК тех американцев, которые интересуются историей. Поэтому вряд ли эта история Владимира Путина может их впечатлить. В общем, Владимир Путин как будто бы забыл вообще для кого он разговаривает. Для его типичных слов, типа Владимир Мединский бы сидел, поддакивал, говорил, да-да-да, все правильно, все правильно, никакой Украины не существует. Но американского зрителя это вообще не волнует. Американского зрителя волнует, что происходит сейчас, как это остановить и почему Владимир Путин на это пошел. На это тоже даются ответы в интервью и тоже разной степени убедительности. Дело в том, что напрямые вопросы Такера Карлсона, которые не такие уж и плохие, да, не те, которые бы задал я, не те, которые задали многие другие, не те, которые обличают Владимира Путина. Такер Карлсон задает свои вопросы желанием действительно раскрыть собеседника, услышать его точку зрения. Считаю ли я, что это приемлемо, когда мы говорим о диктаторе? Ну, на мой взгляд, нет, на мой взгляд, можно брать интервью Гитлера, но только когда ты, собственно, пытаешься показать всему миру, что Гитлер это Гитлер. Но, окей, мое мнение здесь не очень важно. Такер Карлсон пытается действительно раскрыть собеседника и узнать, что реально думает Путин. Такер Карлсон дает возможность Владимиру Путину поделиться своей правдой. Но Владимир Путин этой возможностью не пользуется. Он игнорирует прямые вопросы Такера Карлсона и продолжает, собственно, вести привычную для него историю. Он как будто бы не понимает той возможности, которая ему выдалась. Он продолжает говорить все то, что мы уже десятки раз слышали, но теперь на американскую аудиторию, рассчитывая, видимо, что это произведет какой-то фурор, потому что все, кто есть вокруг него, постоянно говорят ему, какой он великий. Произвело ли это фурор? Честно говоря, не особо. Ну, если вы посмотрите в западном интернете, если вы посмотрите даже вот под самим видео с Такером Карлсоном, то вы увидите, что никакого, никакой рефлексивности, на тему того, что говорит Владимир Путин, нет. Есть по другому поводу, но к этому мы сейчас дойдем. Короче говоря, Владимир Путин, вместо того, чтобы использовать уникальную возможность склонить чашу весов сомневающихся зрителей, в том числе Такера Карлсона и людей во всем мире, которые это интервью посмотрят, потому что это, ну, по сути, первое такое прям большое интервью с Владимиром Путиным и западным журналистом за два года. Вместо того, чтобы предложить им конкретные ответы на конкретные вопросы, Владимир Путин выглядит как человек, который от вопросов уходит и который пытается как-то максимально замылить чужой взгляд. Опять же, лицо Такера Карлсона, как мне представляется, это, ну, не единственный американец, который был озадачен. У меня тоже было такое лицо. Знаете, когда? Когда Владимир Путин начинал полномасштабное вторжение за несколько дней до этого. Помните, было обращение Владимира Путина, где было написано срочное обращение. Я думаю, что он тогда войну объявит, но он не объявил. Было 50, по-моему, 5 минут. Мы включили, в смысле, я вот так прицельно не с точки зрения необходимости рабочей включал Владимира Путина. Я такой, боже, что нас ждет? Мы включили, и там реально 55 минут Владимир Путин рассказывал вот это вот все про то, что Ленин создал Украину, теперь, правда, у него Сталин создал Украину. Он сам не до конца может определиться, даже в рамках вот собственной выстроенной какой-то, значит, псевдоистории. У него там все тоже путается постоянно. Короче, я это слушал, я помню, кружочки в Телеграм еще тогда записывал, типа, что за хинея? И я думаю, что большое количество людей по всему миру сейчас, точнее, не сейчас, а вот когда вышло интервью, сидели с такими же лицами. Не до конца понимаем, что именно этот мужик несет. Потому что они хотели услышать ответы на то, что происходит сейчас. Ну, то есть, ответы на вопросы, которые стоят перед всем миром. Они дали возможность Владимиру Путину высказаться, но вместо этого он предпочел говорить вещи, которые не особо-то, ну, как бы, никто и не спрашивал. И вы опять согласитесь. Ну, чушь какая-то. С кем там разговаривать? Я просто не понимаю. Мы готовы к разговору. Ну, с кем? Что там? Когда образовалась Украина, что ты что-то начал? Другие теки Владимира Путина традиционно скорее демонстрируют его слабость. Понимаете, в чем дело? Последователи Такера, Карлсона и Трампа и вообще американцы как таковые, они мыслят свое государство как одно из сильнейших на планете. Это действительно правда. Ну, с экономической точки зрения, с военно-технической точки зрения, с политической точки зрения сейчас появились проблемы, но, тем не менее, это одно из сильнейших государств. Поэтому Америка и исторические республиканцы в том числе мыслят в категориях, насколько враг, которого они видят, для них опасен. Грубо говоря, они во многом уважают силу, по крайней мере, те люди, которые являются большими любителями Дональда Трампа. Как вы помните, Дональд Трамп, будучи президентом Северной Кореи, проворачивал такую же историю. То есть, сначала он сильно начал угрожать Северной Кореи, вел корабли американские рядом с ней, а потом сказал, а теперь давайте договариваться. Американцы продавливают через силу. Это и исторически близко к американской идее, такого гегемония, если хотите, как ее называет Путин, и, конечно, это очень близко тем последователям, собственно, сильной руки, Трампа и всего прочего, как они себя идентифицируют и представляют. Вот этим последствиям это все очень близко. Владимир Путин в этом интервью пытался выступить максимально, наоборот, мягким и не угрожающим. Ну, то есть, он максимально говорит, что да мы вообще воевать не хотим, да вообще мы не угрожаем НАТО, мы не угрожаем никаким странам. Вместо того, чтобы, как обычно, пугать ядерным оружием, что и заставляло по-настоящему американцев бояться, он говорит о нем мимоходов. То есть, он не представляется вот тем самым сильным лидером, за что его, как бы, вот эти трамписты давали ему какие-то возможности шансы. Он представляется, во-первых, очень увлеченным чем-то непонятным для них, то есть, какой-то псевдоисторией. Во-вторых, человеком, который как бы говорит, что его все время обманывают. Это тезис, который он тоже активно продвигал. Ну, и в-третьих, человеком, который вместо того, чтобы демонстрировать какую-то силу, говорит о чем угодно, включая Илона Маска, но не о каких-то возможностях, которые есть у России. Да, Такер Карлсон не задает ему вопросы про российскую армию, которые были бы весьма уместны, потому что российская армия, которая позиционировала себя как армия, способная взять Киев за три дня, два года, собственно, не может взять Авдеевку, хотя и очень пытается. Ну, как в два, на самом деле, в девять, в десять уже, десятый год пошел, но будем считать, что два, если вести с полномасштабного вторжения. Это не означает, что российская армия какая-то совсем хилая, слабая, дурацкая, сейчас проиграет. Нет. Но она явно ниже, чем те характеристики, которые Владимир Путин приписывал ей ранее, и которые приписывали в том числе американцы. Короче говоря, базово итог этого интервью это в лучшем случае недоумение от Владимира Путина, а в худшем случае эта история связана с тем, что для многих людей подтвердилось, что Владимир Путин человек, который абсолютно по-другому себе представляет реальность, нежели они, и который не собирается останавливаться в Украине, но при этом не может нанести какой-то слишком большой ущерб, собственно, НАТО и Соединенным Штатам. И в этом смысле позиция Путина скорее стала слабее после этого интервью, чем сильнее. Но есть два момента, которые, на мой взгляд, у Путина получились, и которые действительно могут повлиять в том числе на тех людей, которые это интервью смотрели. Давайте про эти два момента поговорим. Момент первый, который в основном и отмечают западные фанаты Такера Карлсона, и не только они. Владимир Путин, ну, жив и здоров. Владимир Путин действительно все два часа сидит, да, он несет бред, но просто для того, чтобы понять, что он несет бред, надо разбираться в том, что он говорит, я не буду разбирать все его бесконечные исторические фейки. Во-первых, на это мы уже тратили с вами много времени, а во-вторых, я уверен, этих разборов будет больше. Мне, правда, один понравился, где Владимир Путин говорит, я, говорит, звонил Владимиру Зеленскому, и говорю, Володя, ну, как же так, ты поддерживаешь нацизм, если твой отец воевал против, типа, нацизма Второй мировой, и потом выяснилось, что, значит, отец Владимира Зеленского в 47-м году родился. Но в любом случае, сама эта претензия по себе тоже довольно странная, потому что, ну, знаете, собственно, как не искала Россия нацизм в Украине, а вышла в итоге на саму себя. Ну, вот как раз Абтия Аудинов недавно записывал видео про то, что, оказывается, в российской армии воюют нацисты из ДШРГ «Русич». И я уже делал большое видео про то, что нацизм на государственном уровне это не когда у кого-то есть татуировки со свастиками. Они есть в армии любой страны, точнее, такие люди есть в армии любой страны, потому что это специфические люди, которые очень комфортно себя чувствуют в армейской среде. А нацизм на государственном уровне это когда вы пытаетесь уничтожить целую нацию или какое-нибудь государство, его государственность, нанося удар по жителям этого государства. И, собственно, этим занимается как раз Россия. Но не суть, это просто мне очень понравилась очередная такая история, о которых невозможно молчать от Владимира Путина и которая никак не соотносится с реальностью в принципе. Очередные исторические факапы от Владимира Путина, где опять все там переметнули, все не на том стояло, туда-сюда, кто что придумал и прочее. Это, мне кажется, не очень интересно, этим будет заниматься историки, я не историк. Но не будут разбираться вот его ахинеи и, собственно, зрители Такера Карлса. Они скорее заскучают и как-то либо не будут это слушать, либо воспринят это просто типа, ну окей, типа нудный дед, пусть он говорит, что хочет. Однако, сама возможность достаточно долго сидеть и говорить и понятно говорить. Ну, в смысле, членораздельные и все прочее, без каких-то серьезных, заметных для людей ошибок, касающихся нынешней реальности, это выглядит для американских фанатов Такера Карлсона довольно сильным преимуществом по сравнению с тем же Джозефом Байденом. Как я уже неоднократно говорил, я не являюсь фанатом Байдена и то, что было противостояние именно Трампа и с Байденом, мне кажется, большим кризисом американской системы. Если сейчас, точнее, сейчас будет это противостояние, но противостояние Трампа и Байдена в 2024 году, это просто крах американской системы демократической, потому что, ну, если два лучших человека, значит, разные системы взглядов, которые вы можете предложить как система, это Байден и Трамп, причем, опять, то с системой что-то явно не так, она явно где-то сломана. Вообще идеальный вариант, если вы спросите меня, это значит, каким-то образом все-таки республиканцы номинируют Хейли, я бы вот за Хейли вообще голосовал вообще без проблем, без вопросов, вот выбирая, ну, между ней и Байденом. И вот с Байденом есть проблема, можно сколько угодно стебаться над российской пропагандой, что она вот под микроскопом изучает, как Байден ездит на велосипеде, как он ходит, как он выступает, как он по трапу взбирается, но проблема заключается в том, что действительно выступление Джозефа Байдена выглядит, мягко скажем, неуверенно. Ну, то есть, действительно, человек в возрасте и человек, который часто путает имена, фамилии и прочее. Я ни в коем случае не хочу сказать, что у Байдена там деменция или что-то такое, я не врач, я не могу это определять, но как зритель, как американец, в конце концов, я вижу, что это ненормально, ну, не должен быть, да, человек, который стоит у руля самой могущественной державы с ядерной кнопкой, собственно, вот так говорить, так выглядеть, ошибаться постоянно, что-то забывать, да, это ненормально. И Владимир Путин в этом сравнении с Байденом, к сожалению, выигрывает. Он действительно выглядит более каким-то, ну, я не знаю, более моложавым, чем Байден, хотя сам Путин тоже человек немолодой, проблем у него куча, и в башке у него месиво гораздо хуже, чем у Байдена, и является Владимир Путин военным преступником, вот, и ничего хорошего я про него сказать не могу, более того, он часто и спотыкается, и затыкается, и прочее, и прочее. Но вот конкретно на этом интервью для аудитории Такера Карлсона, конечно, Владимир Путин выглядит выигрышно. И что, спросите вы, им же не голосовать за Владимира Путина? Нет, им не голосовать. Но, безусловно, даже те, кто не определился, даже сторонние наблюдатели, которые смотрят за этим интервью, видя Путина, прикидывают, кто сможет с ним бороться лучше, Джозеф Байден или Дональд Трамп. Джозеф Байден декларирует борьбу с Путиным как важную цель. Джозеф Байден, собственно, и словом, и делом показывал, что он готов бороться с Путиным. Но хватит ли у него сил, задаются вопросом люди. И в этом смысле, конечно, люди, смотря на Путина, не то чтобы проникаются к Трампу, но скорее разочаровываются в Байдене. И это, пожалуй, единственная большая вещь, которая у Такера Карлсона получилась. Привлечь внимание, просто поставить прожектор на Путина и показать, что тем самым, типа показать, что Джозеф Байден имеет определенный ряд проблем. Опять же, Путин в этом не участвует. Ну, то есть, типа, он мог о чем угодно два часа сидеть говорить, никаким образом это бы не повлияло. И проблема эта, она существует и без Владимира Путина, и без этого интервью. Но, безусловно, это интервью свою лепту вносит. И проблема эта никуда не делась. Но есть и второе, то, что связано с той единственной, наверное, темой, которую Владимир Путин обыграл довольно правильно. Что это за тема? Это тема переговоров, которые были между Россией и Украиной. Тех самых переговоров с жестами доброй воли, которые имели место, где Россия предлагала, судя по всему, мы не знаем точных условий этих переговоров, но Россия предлагала зафиксировать какие-то, значит, территориальные завоевания в обмен на внеблоковый статус Украины и прекращение боевых действий. Украина тогда отказалась. Путин утверждает, что в последний момент. И вообще Путин настаивает на той версии, что значит, это Борис Джонсон прилетел в Киев и запретил Украине заключать мирное соглашение или в целом вести переговоры о мире. Так или не так, мы не знаем. Ну, собственно, это позиция Владимира Путина, которую он пересказывает Такеру Карлсону, который не задает никаких уточняющих вопросов, которые могли бы поставить ее под сомнение. Она выглядит довольно серьезной для большого пола зрителей. До чего там, я думаю, что эта тема, точнее, я вижу и знаю, что эта тема циркулирует и среди украинцев, которые тоже задаются вопросом, а не лучше ли было тогда все закончить, избежать большого количества жертв и дальнейшего кровопролития. Пусть даже там без Херсона или еще с какими-нибудь территориальными потерями и, собственно, с тем, что люди в оккупированных России городах будут жить в тех условиях, которые Россия обеспечивает в таких городах, в том числе с издевательствами, пытками и всем остальным. Про это задумываются в том числе и в Украине, не говоря уже про страны Запада, где тоже смотрят и думают, а может быть, надо было тогда значит, на это соглашаться. И эта позиция, она действительно периодически всплывает, она не является радикально новой. Ее, собственно, распространял Илон Маск в том числе, и сам Такер, насколько я понимаю в своих передачах об этом говорил, но сейчас она высказана на большую аудиторию. Владимир Путин всячески демонстрирует, что и тогда был готов договариваться и сейчас готов договариваться. И это, конечно, может иметь эффект. Люди, которые поддерживают Украину, люди, которые выступают против Путина, они, конечно, могут задуматься, окей, смотрите, Владимир Путин готов к переговорам, давайте, значит, каким-то тем или иным образом вести переговоры. И Владимир Путин ставит условия, Америка должна прекратить снабжать Украину оружием. А Владимир Зеленский должен отменить свой декрет и вообще давайте разговаривать, говорит Владимир Путин. Говорит он это довольно часто, но если разбираться, мы поймем, почему такой опции не было. Ну, я, наверное, отдельный ролик в какой-то момент про это сделаю, потому что спрашивают довольно часто, хотя мне кажется, тут все прозрачно. Но там проблема в том, что Владимир Путин не держит данного слова, что Владимир Путин сначала в 2014 году нарушил договоренности, которые были после того, как Украина передала ядерное оружие в обмен на свою территориальную целостность в 90-х годах. Значит, Владимир Путин в 2014 году нарушил обязательства, которые Россия на себя взяла. В 2022, соответственно, Россия нарушила обязательства минских договоренностей и вновь, собственно, напал на территорию Украины, вошла в Украину и начала уничтожать там города. То есть Владимиру Путину и бумажкам, которые он подписывает, нет никакого доверия, поэтому какая разница, что он обещает. Многие тогда предполагали, предполагают до сих пор, и я, собственно, на этом тоже настаиваю, что передышка нужна была российской армии для того, чтобы восполнить запасы, восполнить собственные возможности и вновь атаковать Украину, потому что после второго попытки вторжения в Украину в 2022 году мы понимаем, что Украина для России, Украина для Владимира Путина, это та цель, к которой он будет идти до тех пор, пока ему будет позволять это делать. Я тоже выпускал большое видео, почему Владимир Путин так хочет уничтожить Украину, и его цели не изменились. Поэтому любые договоренности тогда или сейчас это лишь способ для России восстановить собственные запасы. Несмотря на все разговоры, Россия сейчас находится в гораздо более слабом положении, чем она была перед полномасштабным вторжением. Гораздо меньше техники, гораздо меньше подготовленных и обученных солдат, гораздо меньше ракет, гораздо меньше авиации, гораздо меньше возможностей экономики. И для того, чтобы перестроиться, и для того, чтобы восполнить все эти вещи, для того, чтобы набрать ресурсную базу для этого, для того, чтобы в спокойном виде собрать все производства, для этого России нужна передышка. И тогда она снова может предпринять и попытку идти атаковать Киев, и попытку нападать на другие территории. Это все довольно подробно изложено в большом количестве публикаций, сообщено большим количеством экспертов. Но, конечно, Такер Карлсон, который сидит, ничего этого не говорит и не проговаривает, не отмечая даже тот маленький факт, что Россия уже раньше нарушала соглашения, которые были. А, собственно, переговоры с Россией, они во многом были закончены не тогда, когда, значит, не стоялся какое-то соглашение, а когда, собственно, Украина вошла в Бучу, освободила Бучу и увидела, что Россия там надела. Но этого всего не скажет Такер Карлсон. Но вопрос в том, насколько этот тезис о переговорах действительно, во-первых, перекрывает все остальное интервью, а во-вторых, выглядит сейчас релевантным для американского зрителя. Потому что американский зритель не принимает решение о переговорах. Американский зритель принимает решение о том, кого поддержать, Байдена или Трампа. Продолжать поддерживать Украину или нет. Потому что, если поддержка Украины будет большой, даже победа Трампа на выборах не гарантирует того, что Америка кинет Украин. Мы видели это во время прошлой победы, честно говоря, Дональда Трампа, когда оказалось, что в сечаянии и надежды России на то, что Трамп придет, так сказать, порядок наведет, снимет все санкции и вообще будет лучшим другом, не оправдались. Произошло ровно обратное. Собственно, первые дживелины приехали в Украину как раз при Трампе. Поэтому ситуация может развиваться по-разному. В любом случае, завершая этот разговор, я хочу сказать, что Владимир Путин не перестает быть Владимиром Путином, даже когда к нему приезжает очень лояльный журналист. Он выдал все то, что выдает обычно. И теперь благо, спасибо Такеру Карлсону, правда, низкий поклон Такеру Карлсону, весь мир увидел, кто такой Путин, весь заинтересованный мир. Это не демоническая фигура с обложки, которая держит в страхе весь мир. Это довольно жалкий человек с каким-то своим представлением о реальности, который постоянно ноет о том, что нас не взяли в НАТО, нас обманули, нас провели здесь, нам вот это обещали, нам вот это. Просто нагло обманули. Нас просто водили за нос, обманывали. Нас просто надули. Обманули дурачка на четыре кулачка. Кинули просто. Грубо кинули. К сожалению, нас в очередной раз обманули. Это не сила, это слабость. Более того, у истории про переговоры тоже есть обратная сторона. Страна, которая постоянно повторяет, что ей нужны переговоры, редко кем воспринимается, как страна, у которой все хорошо и которая в идеале справляется с теми целями, которые я сама же и озвучиваю. Но хорошо, что это интервью состоялось. Уникальное, историческое, опять же, интервью. Собственно, я думаю, что будет еще много разборов от моих коллег, которые конкретно будут проезжаться по деталям. Но я думаю, что мой, так сказать, не то чтобы прогноз, но скорее мое ощущение перед интервью, оно полностью оправдалось. То есть Владимир Путин не дал Такеру Карлсону вытащить себя, не дал показать себя в хорошем свете и блестяще справился с тем, чтобы закопать себя даже для тех, кто, может быть, относился к нему с симпатией. Спасибо за это большое Такеру Карлсону, спасибо, что приехал, спасибо Владимиру Путину, что не изменяет себе. Ну а Z-каналы, там, конечно, интересно все. Я бы мог подробно вам собрать даже их реакцию, потому что, ну, есть те в основном, короче, те, которые за рубежом, они честно сказали, ну, часть из них, есть же Z-ники за рубежом, которые ведут Z-каналы, находясь за рубежом, они такие, что это вообще было, что это за жесть? Вот, а значит Z-каналы обычные, которые в России находятся, они пытаются искать плюсы. Многие из них намекают, что ожидали чего-то другого, даже в Маргарите Сиваня такая, а где консервативные ценности? Ну, гендерно-нейтральные туалеты, не хватило ей гендерно-нейтральных туалетов, не поверите, кто-то соскучился по этим байкам от Владимира Путина. В общем, скажем так, ожидания явно не оправдались. И ожидания многих вот этих о том, что это интервью просто разорвет все в мире, но посмотрит его большое количество человек, в этом у меня сомнений нет. И опять же, хорошо, что все сложилось именно так, и что Кремль, я думаю, вряд ли еще раз будет пробовать какие-то такие вещи провести. Субтитры создавал DimaTorzok